В Сочи, Анапа и Геленджик стали самыми популярными направлениями россиян на майские праздники. Кубанские курорты приняли около 400 тысяч туристов. Приморские города приезжали, чтобы насладиться видом или просто отдохнуть. А некоторые, несмотря на переменчивую погоду и прохладное море, открыли сезон купальный. Официально курортный сезон откроется только 1 июня, но уже сегодня важно обеспечить безопасность и правопорядок там, куда стремятся отдыхающие. Один из таких городов – Геленджик – сегодня посетил Вениамин Кондратьев. В первую очередь вместе с главой города губернатор осмотрел центральный пляж. Вход здесь есть? Да, вход также, вон там вход. И для людей с сравнительными возможностями, Вене Иванович, вход в детские зоны для купания. Я хочу сказать, что достаточно хорошего уровня сегодня пляжа в Геленджике – это однозначно, по крайней мере, то, что мы увидели. Я думаю, что если мы в таком же их режиме будем поддерживать, в таком состоянии в течение всего курортного сезона, конечно, это не может не радовать отдыхающих. И сегодня стратегическая задача – сделать так, чтобы эти впечатления с людьми жили до следующего курортного сезона, и они снова захотели сюда вернуться. Поэтому это не только перед началом сезона, это в течение всего сезона курортного мы должны пляжи именно держать в таком состоянии. Первый серьезный поток отдыхающих уже потянулся в Геленджик. Только за майские праздники здесь отдохнуло более 100 тысяч человек. Прогуливаясь по городу, губернатор оценивает готовность кубанского курорта к наплыву туристов. Говорит, на майские праздники было много. Хорошо было? Хорошо. Хорошо было? Ну, надеемся на лето. Готовы? Осталось-то. Сейчас школа закончится. Родители деток с собой и Геленджик. А вы уровень держите? Уровень? Мы держим. Стараемся. Будем рады видеть вас в гостях. Геленджик – поистине народный курорт. Здесь есть гостиница и пансионаты для любого бюджета. Да и насладиться традиционными приморскими блюдами можно как и в ресторане, так и в небольшом кафе. Вениамин Кондратьев отметил, отдых должен быть комфортным для людей с любым уровнем достатка. В Безюшке есть и дорогие рестораны, есть среднего класса, а есть и вот такие. И они должны тоже быть. У нас демократичный курорт Геленджик для всех слоев нашего населения. И социальных уровней для всех. Это главное, принципиальное отличие Геленджика. И мы его должны сохранить. В Геленджик ежегодно приезжает около 4 миллионов туристов, отдыхающих, которых уже не удивишь морем и пляжем, предлагает заняться парусным и подводным спортом. Тем более, что в курортном городе скоро появится такая площадка прямо на набережной. Также мэр Геленджика Алексей Богатистов представил губернатору проект нового парка площади более 30 гектарах. Это примерно 40 футбольных полей. Кроме зеленой зоны будет серфинг-центр 45-метровой волной, ледовый каток и концертная площадка на 3000 мест. Вениамин Кондратьев подчеркнул, в первую очередь при строительстве таких объектов нужно ориентироваться на желания людей. Вот мы должны только не ошибиться, что будет являться приоритетным для них досугом, развлечением приоритетным. Это надо откнуться от жителей, от их мнения, коллеги, отдыхающих. И вот сегодня, когда мы парк как центр сделали магнитом, то инвесторы высказали желание уже обрамить парк, уже дополнительными досугами, центрами для того, чтобы, естественно, зарабатывать. Вот здесь все должно остаться для горожан, жителям, тем, кто будет потом жить в этом городе и отдыхающим. Выиграем, все мы вместе взяты. Парк этот не может, ни одна сотка не может продаться, ни одна. Более подробно о подготовке края к курортному сезону говорили уже на координационном совещании. В нем приняли участие руководители силовых структур края, главы прибрежных территорий, а также представители санаториев и отелей региона. В начале заседания Вениамин Кондратьев делится впечатлениями от сегодняшнего посещения Геленджика. Современные отели, чистые улицы и прибрежные зоны, конечно, радуют глаз туриста. Но и здесь есть что доработать в вопросах безопасности. В частности, это касается набережных, которые должны быть открыты только для пешеходов. И сегодня мы по Геленджику, когда с коллегами проехали, безусловно, есть курортная составляющая, которая говорит о том, что город Геленджика, курорт, естественно, делает все, чтобы стать курортом более массового посещения. Пляжи в хорошем состоянии. Но вместе с тем, выехать на эту красивую набережную можно беспрепятственно. И неважно, хоть на КамАЗе, хоть на любом транспортном среде. Вот, Алексей Алексеевич, каждую набережную, начиная от нашего Азовского побережья, кончая с точи, просмотреть в тестовом режиме, комиссионно и доложить. Такие встречи в рамках координационного совещания проводятся для того, чтобы сверить часы прямо перед началом курортного сезона. И здесь нужно говорить напрямую о проблемах, которые могут сорвать безопасный отдых туристов, напоминает прокурор края. Вот момент, который звучит в докладах. Обтекаемое. Не услышали бы, да, что я сегодня не сделал вот это, нет вот этого. Нет этого. Не нужно прятать. Оно все равно выпадет на вооружу. Нужно вовремя увидеть свои недостатки, недостатки своих коллег. И начать их исправлять. А для этого мы и спрашиваем, что нужно для того, чтобы исправить эти проблемы и вопросы. От жителей и гостей края поступают жалобы, что нередко владельцы арендованных пляжей закрывают проход к морю. Чаще всего это происходит в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике. Такой подход из 90-х губернатор назвал неправильным. Некоторые осмеливаются даже брать плату за проход к морю. Яркий пример – Бугасская коса. Здесь, если они находятся у санаториев, эти пляжи, я не против. Пусть ухаживают, пусть в первочередном порядке для тех, кто находится в санатории, места, лежаки там может быть. Ну и все, кто мимо проходит, они тоже имеют право зайти на этот пляж. Вот за этим надо тоже освидеть. Я и к главу муниципальных образований обращаюсь. В том числе и тем, кто осуществляет надзорную функцию, фискальную. Не может такого быть, чтобы, если пляж у санатория, больше на него никто зайти не может. Не может по закону, по нашему, по федеральному законодательству создать конфликтные условия. Бесплатно лежаки могут выдавать для тех, кто проживает в этом санатории, отдыхает, либо лечится. Могут. Ну а все остальные могут также туда прийти. Только уже лежак брать за деньги. Услуги пляжа предоставляются за деньги. Платно, не вахло. Но зайти может любой. Любой. В своем докладе временно исполняющей обязанности начальника МЧС по краю Иван Лунев отметил те муниципалитеты, в которых остро стоит проблема, купальных зон у водоемов. Некоторые из них не подготовили к курортному сезону. Не получена информация по оборудованию организованных зон купания на территории 26 муниципальных образований степной зоны, которые вот здесь представлены на слайде. Также, как показывает предварительный прогноз, планируется сокращение 22 пляжей, в том числе 11 в городе Сочи, 10 в Темрюкском и 1 в Приморско-Октарском районах. Буквально в качестве справки, Венин Иванович, у нас с 2013 года на сегодняшний день количество пляжей уменьшилось на 68 единиц, более чем на 10%. И это тогда, когда количество отдыхающих на территории Краснодарского края ежегодно растет. Вот эти главы муниципальных образований, которые не подали заявки на эти купальные зоны, но не будет у вас купальных зон. Не будет. И, знаете, это не у вас не будет. Здесь, наверное, неправильно. У жителей этих муниципальных образований, 28, не будет купальных зон. И кого вы обманываете? Сами себя? Ну, ведь правильно сказал Иванович, все равно пойдут купаться, дети пойдут купаться, вы им не запретите. И вместо того, чтобы упорядочить и создать купальные зоны, и сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь можно купаться, мы вообще ничего не создаем. Ну, кому такая работа нужна? К курортному сезону подготовлен личный состав ведомства МВД России по краю. Он перейдет на усиленный режим работы. На особом контроле безопасность детей. В этом году здравницы края примут порядка 780 тысяч ребят. Из них 200 тысяч из других регионов. Успешно ли пройдет высокий летний сезон в крае? Зависит от каждого. Подчеркнул сегодня губернатор, обращаясь к главам районов и представителям силовых структур. Но оценку в конечном счете поставят отдыхающие, которые уже готовы вернуться на кубанские курорты. У нас такого воздуха нет, во-первых, моря нет. И вообще здесь народ весь добродушный такой. Я вообще в восторге от Анапы, за ее чистоту и за ее оформление. Город очень чистый и есть много площадок детских, где отдохнуть, кафе, ресторан. И люди очень доброжелательные. В целом город очень хорошо благоустроен. Все убирают, везде зеленые насаждения. Мне очень нравится. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Геленджик. Кубань, 24, Геленджик.